Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 27 августа, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар, особенно с той точки зрения, что по евро-доллару в конце уже торгов пятницы мы видели вновь обновление локальных максимумов, что пока отменяет нисходящий сценарий на текущий момент и говорит о продолжении роста, возможно, с целями до 1.1776. В любом случае перезаход на продажу здесь имеет смысл рассматривать только в том случае, если цена уйдет ниже минимальных значений, которые были рассмотрены на прошлой неделе, в четверг по цене 1.1533. Пока торгуемся выше данного уровня, сохраняется тенденция восходящая. По паре британский фунт, американский доллар, ситуация несколько иная, ну и в принципе по всем другим инструментам, которые мы будем сейчас смотреть. Пара британский фунт в конце прошлой недели смогла закрепиться ниже минимальной значений 22 августа, что в рамках часов таймфрейма нас приводит в фазу нисходящего движения. В пятницу был ретест к уровню пробития, что давало интересную возможность для присоединения на продажу. Теперь следующие цели по снижению это область 1.2702. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были сформированы 22 августа по цене 1.2937. Пара американский доллар, канадский доллар также скорректировалась после пробития максимума предыдущего торгового дня, а именно здесь мы рассматривали 21 августа. Ретест был в области 1.3010 и с текущих уровней сегодня с утра уже пытаемся восстановиться. Данная ситуация также интересна для присоединения. Ближайший уровень стоплостный или ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме 22 августа по цене 1.2983. Цели роста это, во-первых, уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.3102 и далее движение на 3.189. По паре американский доллар, японская иена. Сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данному активу и предполагаемые цели по снижению это область 1.974. Возврат к покупкам по данной ситуации будем рассматривать в том случае, когда по данной паре мы увидим обновление локальных максов на текущий момент. Это уровень максимальных значений пятницы, который был зафиксирован по цене 111.47. По паре австралийский доллар, американский доллар также после пробития, который мы видели в конце прошлой недели, 23 августа, проверим минимум 22 августа, был довольно-таки резкий импульс, прошли порядка 100 пунктов и с пятницы мы корректировались. Корректировались также к уровню пробития, который дает интересные точки для присоединения на продажу с цельным снижением до 71.79. Данный сценарий, данный нисходящий сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже области максимальных значений, которые были зафиксированы 21 августа по цене 73.83. Еврофунт продолжает свое восходящее движение. Следующий цель рост это движение уже в области 90.92. Ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 90.00 ровно. Золото к концу торговой сессии в пятницу смогло закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы в четверг и в пятницу, в среду и в четверг, прошу прощения, на прошлой неделе, что в рамках числа таймфрейма нас тоже приводит в фазу восходящего движения и предполагаемой целью роста это движение в области 1225 долларов за тройскую унцию. Возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если цена обновит минимальные значения, которые были зафиксированы в четверг и в пятницу по цене 1182 и после этого откроются предпосылки для снижения уже до уровня 1157. По нефти марки Brent тенденция восходящая сохраняется. Следующий цель рост это движение в области 77 долларов 70 центов за баррель нефти марки Brent. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значений 23 августа по цене 74 ровно. Индекс DAX продолжает свое движение восходящее. Сегодня с утра мы видим уже торговлю выше максимальные значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе, что подтверждает на текущий момент сохранение восходящие тенденции. Следующие цели роста это движение в область 12758. Ну и биткоин пока не меняет свои тенденции. Восходящие цели роста это уход выше максимальные значения, которые были зафиксированы на выходных. Это движение выше отметки 6800 долларов за один биткоин и после этого уже ожидаем движение в область 7200. Возврат к продаже будем рассматривать в том случае, если биткоин сможем закрепиться не ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 6532 доллара за один биткоин. Итак, коллеги всем спасибо за внимание. С вами был Усаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то ставьте лайк. Ваши вопросы, ваши идеи по сделкам пишите в комментариях к этому видео и увидимся уже на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.